Итак, сегодня для худеющих представлен огромный выбор самых разнообразных средств и методик. Остаётся только выбрать и вперёд за красивой фигурой. Действительно, реклама на каждом шагу, телевидение, средства массовой информации, печатные издания, в какой магазин не зайди, препараты, способы, какие-то решения на каждом шагу. В результате похудения, такого скоропалительного или неправильно принятого решения, люди зачастую получают вместо фигуры своей мечты серьёзные материальные убытки и, что самое главное, испорченное здоровье. Вот это мы как раз и обсудим. Кстати, перед тем, как представить сегодняшних гостей моих, уже сообщение мы получили, то есть зрители вас уже разглядели внимательно. И вот вам сразу первое сообщение, почему в студии одни худышки, почему не пригласили ни одного толстенького. Ну вот как девушки добились такого результата, мы тоже сейчас обсудим. И у нас в обсуждении сегодня участвуют Олеся Мальцева, фитнес-инструктор. Здравствуйте, Олеся. Ольга Вячеславовна Анохина, диетолог. Анна Блиничева, куратор школы похудения. Ну и Елена Князева, девушка, которую мы пригласили, которая не имеет отношения к никакой методике, но которая в своё время при росте метр семьдесят четыре весила 38 килограмм, и это стало для неё проблемой. Так вот, как защититься от обмана широко разрекламированных методик и средств, особенно тех, которые, знаете, похудеть быстро? Да. Лето послезавтра у меня там по два с половиной, да, с каждой стороны здесь и там, а надо же красиво, надо же мини-юбку, надо купальник и что-то ещё, и чтобы фотографии обязательно потом, да, на аватарке. Так вот, давайте начнём, пожалуй, как раз с этого момента. Чему стоит доверять в рекламе, учитывая, что все мы хотим похудеть быстро, мы же хотим видимых результатов. Нас не интересует то, что будет когда-нибудь. Не вопрос, да, я так понимаю? Да, давайте начнём с вас. Ну, на самом деле, конечно, с точки зрения вот обмена веществ, правильного подхода, никогда не рекомендуем мы людям гоняться за быстрым похудением, да, потому что есть примерно такой вот закон, что около там килограмма в неделю, мы об этом всем говорим, но есть, конечно, варианты. Килограмма в неделю? Около, да. Около того, да. Потому что к этой потере веса организм успевает адаптироваться, он не включает механизмы обратные, так скажем, да, когда вес начинается. Защиты. Совершенно верно. А эта защита, она включается через обмен веществ, то есть, ну, сложные действительно механизмы, и включаются они достаточно быстро, если идти неправильным путём. Поэтому, с точки зрения обмена веществ, конечно, неправильно терять килограммы быстро. Опять же, бывают индивидуальные особенности, например, мы всем говорим, что чем больше вес, тем он может быстрее теряться изначально. И, опять же, всё это должно быть в комплексе. То есть, это ни в коем случае не жёсткие ограничительные диеты, потому что организм... А как же моя плесецкая с её сакраментальной фразой? Единственный способ похудеть – это не жрать. Да. Ну, вопрос, что и в каких количествах мы едим, да? То есть, потому что ежедневно организму всё равно нужны питательные вещества, их достаточно большое количество, и витамины, минералы, и белки, и жиры, и углеводы в определённом соотношении. Поэтому рацион рассматривается как основа. К этому обязательно должны подключаться способы, которые активизируют обменные процессы. Это, в первую очередь, конечно, двигательная активность, та, которая посильна и доступна человеку. Без этого, как бы, очень сложно запустить те механизмы, которые уже спят. Но, если речь идёт об условно здоровом человеке, да, это как бы одни подходы. Основная проблема медицинская, ну, если говорить о врачебном подходе, то это, конечно, те люди, которые имеют уже проблемы со здоровьем или рискуют их получить, если они... То есть, лишний вес, он просто так-то не копится? Если это эстетическая проблема, то это, конечно, проблема не медицинская. Это сугубо какие-то там отклонения, которые можно решить. Но если мы говорим об избыточном весе и уже ожирении, то это всегда сопряжено с какими-то изменениями. И это чаще всего какой-то набор, может быть, диагнозов или, по крайней мере, отклонений в здоровье, за которыми надо отследить. То есть, лучше, опять же, подстраховаться, сходить к врачу. Тем более, что сейчас в любой поликлинике обычной районной в Екатеринбурге, там вот я проходила медосмотр, диспансеризация, да? Совершенно верно. Там такие прищепки. Хотя бы минимальные методики обследования, да, то есть, любой специалист, он, совершенно верно, он хотя бы как-то изначально должен понять представление, иметь представление о том, что это за организм, да, и есть у него проблемы или они надуманы, потому что это тоже проблема, да, когда женщины, действительно, не имея избыточного веса, начинают искать способы похудеть и доводят себя до крайних каких-то состояний, которые совершенно, опять же, уже не имеют ничего общего со здоровьем. Ну вот, кстати, да, про психологические причины. Вот давайте мы выясним, Елене, зачем это нужно было? Я была подростком, мне было 14 лет, и я вдруг посмотрела... А рост уже метр семьдесят четыре. Что-то не устраивало? Да, я посмотрела в глянцевые журналы, естественно, но поскольку подростковое мышление, оно несколько отличается мышлением взрослого человека, правильно ведь? И я решила четко, что я слишком полная, что это неприлично, что нужно что-то с этим делать обязательно. А полная это сколько килограмм было? Ну, то есть я до похудения изначально весила около 57-58, но максимум 59 килограмм. А в своем росте объемы вы свои замеряли? Я вот, конечно. Четырнадцать лет, конечно. Не помню. Может быть, я, конечно, там что-то замерила, я просто сейчас не буду врать, я не помню, но у меня была цель. Высоким стандартом не соответствует. Да, у меня была цель в плане сантиметров, что мое бедро, вот я должна была его измерить и получить там 42-43 сантиметра. Это была моя цель. А это эталон откуда будет? Вот ножка. Я так себе придумала. Я считала, что это оптимальный вариант для меня, что вот тогда я достигну этого результата, буду вот красивой, какой нужно. 42? Вот ножка вверху, сантиметра 42. Но это лучше, чем стремиться к весу в 40 килограмм, который сейчас есть. Скоро тайну, у меня 49. Я решила, что это необходимо. То есть я планомерно, я такой, у меня характер, я медленно, но верно иду к своей цели. А поскольку в глянце в журнале никто маленькими буквами специально для девочек не прописывает, не повторять выполненно специалистами специально подготовлено опасно для здоровья. Или там фотошоп. Не прописано, да. Об этом я тогда не подумала. Я подумала, что чтобы нравиться всем, нужно быть худой. И, конечно, в течение года я постепенно снижала потребление калорий, снижала, 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 снижала. Я дошла до того, что я стала потреблять только... А родители в это время были на севере в командировке? Конечно. Моя мама включилась в этот процесс, когда я поняла, что я ем, ну вот, что она перестала замечать вообще, что я ем. А где дочь? Ну, что как-то я так уменьшила, что уже, да, стали все обращать внимание, потому что все мы круги образовались под глазками темно-коричневого цвета. Что я, ну, что-то со мной не так, да. Мама моя очень переживала, она умоляла просто, чуть ли не на коленях стояла, чтобы я хоть что-нибудь скушала, чтобы мы пошли к врачам, чтобы мы что-то начали делать. Конечно, маме... Чем закончилась? Да. В момент, когда, я помню, я подошла к зеркалу и увидела, что вот костюмчик спортивный, который облегает всех, не всегда меня не облегает почему-то. Тенец и гамлет. Завернулась в костюмчик на два раза. И что-то я... Но сантиметром-то ножку-то... Ножкой померила там... Ножкой... Ножкой... 41, 42, да, была. Ну, и костюмчик что-то не облегала, я напряглась. Я подумала, что, да, господи, фигня какая, я поправлюсь так же легко. Начала кушать, а еда почему-то не хотела задерживаться внутри меня, и все, я ходила на обратно. Вот тут я испугалась, я прям сама очень сильно испугалась, я сама говорю, мам, все, все, да, поняла, пойдем к врачу. И врачи меня выводили долго из этого состояния, долго и неприятно. Ну, то есть вот... Дальше, чем вы в него входили? Да. Около полутора лет я ей лечилась. И... Вот это номер. И многие, да, проблемы со здоровьем восстанавливаются еще дольше. А вот смотрите, еще один вопрос у нас от телезрительницы, это вот по... Касательство того, что вы сказали немного выше. Вы сказали, что физическая нагрузка, да, там, активность и так далее. Но при этом, ну, понятно, что есть разные физические параметры, состояние здоровья, да, и прочее. Мы говорили о том, что возможно для человека. И вот тут вот как, вот, например, здесь, наверное, к вам стоит обратиться, да, к людям, которые как раз вот... У вас все в комплексе, а у вас прямо вот физическая активность. У нас тоже в комплексе. Да, но тем не менее. Есть специалисты, которые утверждают, что если вы сидите на диете, особенно на такой, ну, достаточно жесткой, да, которая... Ограничительной, то есть, да, правильно так говорить. Вот, то лучше физическую активность снизить. А есть те, кто говорят, не-не-не, наоборот, лучше двигаться, чтобы вот худеющие килограммы потом не вылились вот в хлопающие ушки, обвисшие шкурки на всех частях тела и так далее. Но при этом, если человек меньше ест, он же меньше потребляет калорий. И, соответственно, откуда силы-то на физическую активность? Ну, есть же жировые запасы, откуда берется у нас энергия. На что, собственно, мы и рассчитываем, по идее. Мы не про Лену сейчас говорим. Не про Лену, у них нет. Нет, да, ну не было, по крайней мере, да. То есть, наша цель, да, какая? То есть, именно активизировать расход для того, чтобы... Энергия из жировой клетки. Да, иначе она так и будет там всегда лежать. Вот, опять же, мы оговариваемся, это возможная, дозированная, подконтрольная физическая нагрузка. Это совершенно не обязательно скачки на уровне молодых, здоровых. Да, абсолютно. И сейчас возможности есть. И не зря мы об этом говорим, потому что это необходимые условия. Более того, организм, он имеет определенную структуру, но это не только жир, да. Вот, например, тот же объем бедра, он складывается как из жировой, так и мышечной массы. И есть люди, которые, например, не являются субтильными, там, прозрачными худышками, но при этом у них достаточный мышечный, вот, наработан запас, это безжировая масса. И в этом случае... Очень красиво смотрится. Совершенно верно. Ну, это эстетический, может быть, рельефчик. Но дело даже в том, что это тот самый жизненный запас, жизненная емкость, жизненные силы, которые у человека есть. Потому что сам по себе жировой запас, он как бы инертен в плане сил. Вот вы говорите, когда человек худеет, у него нет сил. Если человек имеет избыточный вес, у него еще меньше сил на самом деле, потому что всю эту массу ее надо носить, передвигать, обслуживать. А там кровоток, да, то есть это нагрузка на сердце. А это вес, это нагрузка на позвоночник и суставы. И в результате ресурс уходит просто в обслуживание вот этой вот массы, которая ничего не дает организму взамен. В отличие от той же, допустим, тощей, которая работоспособна и активна. Но вот смотрите, то есть фактически... Можно я перебью еще самый такой момент, что когда человек, он просто сидит на диете, потребляет меньше калорий и не занимается физическими активностями, у него вес снижается именно за счет мышечной массы, а не за счет жировой. Для того, чтобы жировая масса у нас уходила, нужны физические активности, анаэробные, которые позволяют нам именно расщеплять и получить энергии из жировых клеток, а не из мышечных. Да, чтобы мышцы-то при этом, свою функцию выполняя, оставались и не терялись. Потому что вот для этого нужен контроль, обследование, которое делают специалисты, и разработка... Ну вот смотрите, специалисты – это все хорошо. Диетолог – замечательно. Когда есть фитнес-тренер, да, какой-то инструктор, вообще распрекрасно. Когда есть какой-то пример на глазах, как Лена, да, и тоже, да, надо... Ничего не надо делать. Вот так делать не надо, особенно девочкам, которые еще развиваются, подростковый возраст и прочее, это тоже другое. Но все-таки, наверное, тут вы не будете со мной спорить, подавляющее большинство людей, женщин преимущественно, худеют совершенно бесконтрольно. Придумала, вот так же, как Елена, решила, рот на замок, и все, вперед, все, не жрать. Мужчины, кстати, они больше подстраховываются в этом смысле. Они больше склонны к наблюдению со стороны тренеров, вот, какому-то такому вот, да, контролю. Я не согласна. Но я сейчас, знаете, не об этом. Я хотела задать вопрос Анне, Анна, куратор школы похудения. Мы не будем говорить, какой, это же не рекламная программа, мы обсуждаем, как бы похудеть, всем быть красивыми, при этом не помереть, извините меня, и остаться здоровыми, да. Вот смотрите, школа похудения, то есть практически... Мне просто не очень нравится это название, на самом деле похудение, оно вот у всех связывается именно с диетой, с какими-то ограничениями в питании, именно жесткими, строгими, плохими. А у нас все-таки школа, она связана с идеальным телом, то есть у нас гармоничное развитие идет, это и питание, это правильное, здоровое питание, в первую очередь, а не ограничения жесткие, когда там человек съедает в день одно яблоко, вот как Елена, например, и при этом у нас есть физические нагрузки, опять же, там, разумные, а не тогда, когда человек в тренажерке пять часов скачет, и потом думает, что у него все будет хорошо после этого. Так, ладно, хорошо, смотрите, то есть под присмотром, под присмотром специалистов, да, все вроде бы происходит под контролем, но при этом есть такая вещь, мы же про вашу, да, школу говорим, что вы можете научить, дать мотивацию, подсказать, проконтролировать, но не можете уследить за каждым своим клиентом, учеником и так далее. Ну понятно, он может здесь, при вас там, а потом я пошла домой, и никто не видит, чем я там занимаюсь, что я ем, да? И вот это, вы сами несете ответственность за свою безопасность на тренировках, ваши тренировки могут быть травмоопасными. Это предупреждение касается вот как раз того, что вы сказали? Спасибо.